Так, короче, всем привет! Как говорится, Палыч на связи. На самом деле, я, конечно, понимаю, что долго уже не было видосов, и на то были свои причины, потому что вот даже если взять 2020 год, он такой, знаете, все говорят, что это просто полный пи***ц, то вот у меня, в принципе, он прошел достаточно спокойно. Я бы даже сказал, интересно и лучше даже, чем обычные года. Но под конец года, это 2020, все-таки решила себе напомнить, и помимо ДТП посыпалось достаточно много других проблем. Кстати, по поводу ДТП хотелось бы сказать, после того, как я выложил видео, всем спасибо большое за поддержку. Я, на самом деле, не ожидал, что это вызовет, знаете, столько, так сказать, сочувствия, потому что, ну, все-таки солидарность какая-никакая есть, и это круто. Вот, и получается так, что я не мог снимать, ну, не было у меня возможности снимать, в какие-то моменты не было настроение снимать видосы, и, собственно, сижом за этот момент ничего не произошло. Какая сегодня у нас задача? Во-первых, я выехал покататься на эндурике, это, по сути, первый раз нормально, и когда я выехал покататься, потому что мне нужно привыкнуть к мотоциклу, то, что я там у себя в округе катался, это такое, конечно, несравниво. Сильно наваливать не будем, потому что мотоцикл еще до конца не обкатан, хотя уже немножко на нем поездил. В общем, сегодня задача покататься, хорошо провести время, но при этом у меня еще есть к вам несколько вопросов касательно Ижа и Минска. Я их вам задам, потому что есть стопорнутые проблемы, которые я сейчас... Ну, короче, для того, чтобы продолжить дальше, нужно обязательно ваше мнение. Здесь уже, как бы, без вас не обойтись. Ну, а сейчас давайте привыкать к эндуре. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, новогодние праздники уже близко, а значит, самое время задуматься над подарками для своих близких. При этом вы можете порадовать и себя, вернув кэшбэк от Letyshops. Самое главное, не забывайте использовать его при любых ваших покупках в интернете. Например, прямо сейчас Letyshops раздают горящий кэшбэк в магазине Mojo, при этом его увеличили аж в 5 раз, то есть сегодня он вырос аж до 7,5%, вместо обычного там одного с копейками. Но помните, что срок действия и количество активации ограничено. А чтобы активировать и вернуть горящий кэшбэк, сначала выберите товар, который вас интересует и добавьте его в корзину. Потом вам нужно зайти на главную страницу в Letyshops, где горящие предложения выделены красной рамкой, нажать на иконку с магазином и кэшбэк активирован. И уже после активации переходите в магазин и совершаете покупку. Главное, не забывайте, что после активации у вас есть несколько часов, чтобы совершить покупку. Поэтому регистрируйтесь в Letyshops, возвращайте действительно большой кэшбэк и дарите радость не только окружающим, но и себе. Так, теперь вопрос по поводу ежа. Опять-таки вы видите, что ничего с ним не поменялось, потому что с прошлого видоса я к нему не прикасался и в принципе в гараж и не заезжал. Потому что были опять-таки некоторые, блин, ну ладно, об этом не будем, проблема есть у всех и не надо, блин, отмазываться. Короче, суть в том, что нам в принципе дальше вообще абсолютно все понятно, что нужно делать. Тем более, что сам мотоцикл предрасполагает такой минималистический дизайн. Но мы застопорились на выхлопе, потому что выхлоп в двухтактных мотоциклах, это с одной стороны и важно, но с другой стороны это не очень красиво. Потому что в нашем случае нужно, чтобы был резонатор. Резонатор имеет определенную форму, ну то есть он есть разных форм, но вы понимаете, вот такая банка. И этот резонатор, хотя опять-таки многие еще до сих пор, ну как бы не понимают, что выхлоп в двухтактном мотоцикле отыгрывает очень важную роль. И нужно, чтобы он был резонатор. Но так как эти банки, которые нам достались в комплекте, во-первых, они, ну я не уверен, что они правильно сварены по размерам и они работают. Да, это лучше, чем ничего, но мне кажется, это не совсем работает. И вот первый вариант выхлопа, это оставить так, как есть. Единственное, что нету здесь в конце глушителя, который был, потому что когда мы тестировали сам мотоцикл, он в принципе там пустая банка, то есть она не работает. То есть что есть она, что ее нету, она ничего не глушит. И вот первый вариант, он выглядит приблизительно вот так. Но опять-таки единственное, что в любом случае нужно сзади какую-то банку делать, какой-то, я не знаю, просто они тоже длинные. Вот эта в конце банка, которая здесь находилась, она длинная и это не очень красиво смотрится. Да, если бы так оставить, если бы ее покрасить, мне кажется, было бы нормально. Но это будет громко и не совсем как бы практично. И второй момент, это вот такая банка от мотоцикла Минск. Здесь внутри есть резонатор. Но мне кажется, что, ну то есть если ее сейчас я вам прикину, вы посмотрите, может вам понравится этот вариант. То есть это будет выглядеть где-то вот так. Она немножко длинная, но при этом будет тихий выхлоп и при этом это будет работать, потому что внутри этих советских банок, конечно, не совсем полноценный, но стоит резонатор. Кстати, если поставить эту банку, то мы ее будем красить в черный цвет. Нет, это обязательно, потому что у нас хрома мало в этом мотоцикле. Но, если ставить эту банку, то нужно, во-первых, найти еще одну такую же. И второй момент, это то, что это банка от Минска. И есть такое предположение, что две банки от Минска, они не справятся с этим цилиндром, потому что кубатура в результате, в объеме получается больше. И поэтому есть момент, что эта банка будет давить мотоцикл, то есть он не будет дышать, так сказать, полной грудью. В общем, вот такие моменты, что этот вариант, что этот вариант, они меня до конца не совсем устраивают. Но выхлоп нужно делать в первую очередь. Так что пишите, предлагайте ваш вариант 1, вариант 2 или пишите свой вариант, который можно сюда будет в виде резонаторов как-то приспособить. Так, ну что, теперь не менее интересный вопрос по поводу Минска. Сегодня у нас стоит на повестке дня, потому что вы помните, что собрали мы, изначально это была версия Минск для лесных покатушек. Собран хер пойми с чего, но реально. Но при этом он ехал. Мы его собрали, мы поехали его тестировать. И при первом же подъеме под горку у нас случились некоторые проблемы, связанные с цепью. У нас то ли потянулась цепь, ну, кажется, цепь намотала на заднюю звезду вне зубьев, так сказать. И плюс у нас начало цеплять на нейтральной передаче вал этого самого коленвала. То есть где-то что-то, какое-то изменение произошло в коробке, что-то погнулось. Но не в этом сейчас вопрос. Вот я сейчас пришел в гараж, смотрю на это чудо. И что это? Павел Анатольевич, как тебе могло прийти в идею сделать вот это? Я и Рома говорили, не занимайся, не порчь Минск. Не, блядь, эндуро, нахуй. Не, на самом деле это все весело. То есть это был экспериментальный, так сказать, вариант. Но, есть одно но. Во-первых, изначально, опять-таки, это был Минск для лесных покатушек. И не было в целях делать из него эндуро. Это потом уже пришло о Минске эндуро. Все подцепили эту фразу Минске эндуро. И начал называть виндосы, виндосы, виндосы Минске эндуро. Но, по факту, эндуро здесь только, я не знаю, вот этот амортизатор. И второй момент, это вес. То есть вес в эндуро, я уже сам убедился, имеет очень, можно сказать, основополагающую роль. И то, что мы здесь наварили, кто-то писал в комментариях. Это верно. Потому что вот эти трубы, это все лишний вес. У нас здесь бак от Явы. Он, ну, относительно тяжелый. И, ну, то есть, какой из этого эндуро, учитывая то, что здесь стоит откровенно слабый движок от Минска, это не Иш Планета. Это тем более не Иш Планета Спорт. Чтобы он мог тянуть такие веса. И сейчас для того, чтобы дальше решать, что делать с этим мотоциклом, мы его взвесим. Да, да, не удивляйтесь. Мы это будем делать обычными напольными весами. Подставку под эндуро. Раз, два, три. Легкий эндуро Минска. Тихо, кто нет? Сейчас лопнет. Тихо, я снимаю, блядь. Я держи, мотоцикл этой рукой, ты не оху**ал. Так я не могу понять, как их перезагрузить. Да, ну здесь все весы сейчас лопнут, стой. Я их на коробке. Да, подожди, стой. Да, стой, подними, блядь, рука. Будь сна, блядь, вам они висит. Ну все же, брат, блядь, я голубки расслеплюсь. Сколько показывает? Ты, блядь, закрыл. Два, три, три, девять. Сколько, что три? Прямо три килограмма. По сути, получается 100 килограмм. Потому что, ну, больше, в принципе, на этом мотоцикле ничего и не будет. И, делая из него эндуро, нужно будет сюда еще вкладывать деньги. А целесообразно ли это? Потому что, ну, ладно, если бы это какой-то был Иш Планета Спорт. Да, в этом исполнении не очень. Но, так как я понял, что вес мотоцикла играет очень и очень большую роль, есть вариант оставить, например, эти же колеса. Но, переделать хвост, переделать бак. Короче, сделать максимально все для того, чтобы еще уменьшить вес этого мотоцикла. То есть, чтобы вес был, ну, если будет 90 килограмм, мне кажется, 90 килограмм это будет как раз то, что нужно. То есть, уходить не в сторону эндуро, а в сторону легкого мотоцикла просто для лесных покатушек, которые будет действительно валить. Потому что, если мы сейчас еще сделаем из него эндуро, от этого мощнее он не станет и проходимее. И в этом-то и вся соль, почему я сейчас застопорился на Минске. Я просто не знаю, что с ним дальше делать. То, как это сейчас выглядит, мне тоже не особо нравится. Потому что, вот у меня всегда так, тот же Днепр был, вы помните, изначально была одна конструкция рамы. Потом, спустя время, я посмотрел на нее и понял, что, ну, это не то, что я хотел. И вот в этом случае то же самое. То есть, тогда мне казалось это прикольным. Сейчас... Это пи***ц. Пишите по поводу этого тоже, что думаете. Потому что Новый год, ну, я это специально видео запланировал перед Новым годом, чтобы уже в Новом году четко понимать, как мы будем готовиться к весне. В общем, как-то так. 40 гривен за лыжные штаны специально на покатушку взял, блядь. И здесь ногой прям походу об деревья, или я не знаю, как это получилось. Но оно такое, как будто поплавилось. Я уже не знаю, часа три катаюсь в общей сумме. Короче, потерял управление, вылетел, сука, в кусты, блядь. Ногой не нормальная протерся. Ну, блин, хер с ним. В общем, моцик достаточно мощный. То есть я, ну, понятное дело, с моим скиллом нулевым, по сути, на данный момент. Ну, ладно, единица, может быть. Мотоцикл достаточно мощный, поэтому, естественно, весь его потенциал я не открою. И, наверное, не открою, в принципе, в ближайшие, наверное, даже годы. Не знаю. Но будем тренироваться, в любом случае, даже сегодня моя задача была выехать. Привыкнуть к мотоциклу, посмотреть, как он себя ведет на песку, на подъемах. И, в целом, мне, конечно же, понравилось. Очень понравилось. Даже за эту одну тренировку к мотоциклу я более-менее привыкнул. Ну, как бы, не до конца, конечно, но чуть лучше чувствую, чем изначально я выехал на нем. Есть нюансы, нюансы с задним тормозом, очень плохо работает задний тормоз. Нюансы с выжимом сцепления. Одним пальцем очень тяжело выжимать, двумя могу только. Нужно что-то с этим делать, если советы есть у вас какие-то. Обязательно нужно или рычаги, которые от сеты складываются, то есть, чтобы в случае падения не было вот этого, то, что гнутся ручки. Или же лопухи, такие, как у меня стояли на Пукиче. И, скорее всего, как раз лопухи я и поставлю. Вот. Руль нужно будет поменять, но пока я выровнял этот, тот, который на почте мне погнули, в принципе, можно кататься. Но руль я уже заказал. Пишите по поводу выхлопной Ижа, обязательно пишите по поводу Минска. Ну, а я буду ехать домой. Пишите по поводу.